привет дорогие друзья ну что начинаем вернее продолжаем цикл передач про мотоцикл r1200 gs про гуся на прошлой неделе я не снимал но после того как мы увезли его разобрал и от каких-то вещей я пришел в ужас какие-то вещи меня очень порадовали какая-то ситуация например ситуация что он просто был пыльный что трубы у него в прекрасном состоянии я их шлифанул шлифанул с помощью тряпки которая шлифовальный круг полирал полировальный круг наверно лучше сказать которая смазал специальной мази для чистки хрома отдел на дрель прошелся все слезло вся грязюка слезла вся налетевшая ржа слезла он оказался не ржавый просто грязный вот потом не повезло купить чемоданы я купил три чемодана со всеми крепежами скрип с крепилками всякими чтобы прикрепить вот они два здесь еще один дома сейчас поеду ставить что из негативного когда я снял заднее колесо чтобы редуктор обслужить даже не редуктор а кардан я откинул на бок редуктор сзади скинул ну и когда крутишь за сам вал крутится очень мягко а когда берешь тормозной диск медленно-медленно вот буквально вот с такой скоростью крутишь он чуть-чуть застревает такой пик-пик по немецких акт тык-пик проваливается в ямки такие но не везде на проваливается в любом случае это означает что подшипник на исходе основной подшипник по-немецки рилинг угол лага релейный наверное какой-нибудь по-русски ну вот и но когда все в сборке все прекрасно все работает поэтому я решил пока оставить на короткое время недолго я поеду может полгода может меньше посмотрим греется ли редуктор в этом месте там где подшипник я договорился со знакомыми друзьями нашими литовскими великими мастерами что я приеду к ним на их тех обслуживание станцию и мы снимем у них есть съемник у них есть пресс они этого не делали я тоже этого не делал но boxer club сделал отличное описание этого видео я разберу в запчасти детали 2 1 подшипник 2 сальника и 1 прокладка резиновая большая буду стоить меня 120 евро это я уже посмотрел 120 125 вот плюс но за работа мощными договоримся сколько это как пойдет потому что если я это отдам в мастерскую делать то это может стоить евро от 400 до 800 наверно ну как каждый захочет на бмв-шный на бмв-сервисе это общем они могут сказать это не чинится он свое отъездил покупайте новый вот что меня еще поразило и ужасного воздушный фильтр мотоцикл обслуживался последние годы 2014 года шесть лет он обслуживался на одном и том же маленьком сервисе бмв так вот они меняли каждый год жидкости в редукторе сзади каждый год они меняли жидкости точно также абсолютно не нужно масло меняли коробки передач каждые 7000 ну и в моторе но они не меняли фильтр когда я открыл внизу задрался все в песке мотоцикл ездил по пыльным дорогам по крайней мере последнее время и в этом в ящике воздушным до который засасывает и там песок немного но есть тоже это все протер я в ужасно мотоцикл тянет очень хорошо я попробовал даешь газу он прямо рвет посмотрим жрет ли масло или нет но я вставил новый фильтр но вот так вот еще раз официалы в большинстве своем случае уже пятый или десятый раз я уже сталкиваюсь говно это просто преступники у меня подозрение что они это делают специально они не меняли фильтр и в регламенте работа у них тоже обозначена мелким крестиком а замена фильтра как положено что-то такое и крестик даже не поставлен и все они меняют масло они меняют всю чушь ненужную ему постоянно в редукторе каждые 7000 масло менять это были развод мужика по 800 евро он платил каждый год им за техосмотр а фильтр ему не меняли чтоб песочка наглотался мотоцикл и менять потом поршневые и вообще всю поршневую спасибо дорогие официалы бмв не пойду к вам никогда все это еще раз мне доказала ложь если мне придется идти с машиной когда я буду менять масло в в раздатке в коробке в раздатке на бмв на машине на x3 раздатка мостов до вперед назад где у нее там стоят эти фрикционы не после замены масла нужно обнулить компьютер чтобы они чтобы компьютер писал что новое масло я пойду и буду стоять рядом с вами и смотреть обнулили вы компьютер или нет то что я не верю бмв вообще официалом я не верю теперь все очередной раз это ложь развод и преступление самое главное что никак с вами бороться нельзя с этими официалами потому что ничего да ну и все и не будет ничего хоть в суд подавай так ладно я возбудился потому что ну это уже не первый раз владимир сдавал вот этот эстеху поменяли тормозуху я ее проверяю через четыре дня она старая поменяли бабла взяли 120 евро или сколько-то за замену тормозухи в сложной системе если не менять накроется система спасибо настоящий хороший тех обслуживание мотоцикла поэтому я буду все делать все что возможно сам либо стоять рядом стойте рядом если возможно если невозможно значит другую мастерскую потому что те кто боятся чтобы человек стоял рядом хотя бы сидел в углу и смотрел что он хоть что-то с машиной делают значит они ничего не будут делать а впишут что сделали вот короче сейчас я поеду в магазин я заказал сейчас из магазинов из обе у нас можно забирать только заказывать по интернету они все через час примерно приходит сообщение что то что вы хотите готовы я сейчас купил очиститель мотора я хочу пройтись весь мотор про пшикать ну снять вот это пыль там что осталось там мало но ее и и тормозуху сейчас хочу прокачать тоже тормозуху ну все сейчас увидимся подвале для вас это секунда для меня это 10 минут ну вот он разобран пластик я снял не знаю сейчас видно нет на такой грязненький грязненький чуть-чуть но я уже отмыл вот видите трубы стали нормальная на прошлом видео где мы покупали его было видно каким какому они состоянии ну вот осталось плющий пылищ чуть 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 я уже больше всего прошел уже он на самом деле чистый так мой взгляд придирчивый кнопочку я поменял одну вот это вот эта штука видите работает с другой стороны я прям за нее схватился сразу когда покупал баха она отвалилась но тут ее либо можно винтом регулировать но все равно в поднятом состоянии мне не мешает обзору соответственно я ее подниму на самом поднятом или еще выше можно не вот это в самом поднятом вроде тоже посмотрим может и нет еще чуть-чуть открутить еще повыше поднять ну да все вроде нормально иначе вот здесь и завел один раз она посинела вот те всего лишь вмятинка сейчас и мотор сполоснул а вот там вот фильтр стоит не надо снимать бензобак нормально и тормозов у колесо прокручивается сейчас вообще в легкую вообще никаких конечно нет наш массу него большая поставил я анти крыло тоже купил отдельно когда вот этот брызговик до закрывающий он из твердого очень пластика его вообще невозможно поставить судя по всему амортизатор надо разбирать он туда не налезет по другому я его начал одевать он у меня треснул но так хорошо треснул наверху крепления что он вошел туда плотно плотно я еще потом затянул его балдом вместе с на лактайп лактайп посадил там эта трещина вообще пофигу как бы уже не сдвинется вон там она и не знаю так не видно но неважно да ну как бы он сел на я заказал еще вашей крыло вот сюда из поднебесной придет в апреле ждать до 5 апреля но может и в феврале еще но скорее всего нет ну так остальные все штуки работать ножки заменены вот эти правда все написано правда новые мало проехавшие сейчас помоем потом прокачать тормоза вот так вот все на drive ничего нормально вроде блестит так конечно камеру не видно помыл открыл все видите двери такая это жидкость и опасная вот этот спрей который как бензин надышаться еще хуже может быть даже так противно и один раз надышался но старый мотоцикл не так плохо было но не тошнело но было плохо поэтому я открылся так вроде все в порядке здесь до противор мотор райнингер чиститель моторов так это немецкий звучит сейчас поведусь еще этим ну позвонил мне мужик только что хочет купить мою ст ху причем купить ее с целью разбора и переделки совершенно в какой-то другой мотоцикл прикиньте жалко чуть-чуть ст ху свою доживите отдел на всякий случай маску чтобы не надышаться этой гадостью как я отдохнула один раз ее гадско было жалко говоря чуть-чуть конечно что из моей стихи превратят в какой-то корч может быть дадут вторую жизнь так он приедет через 40 минут смотреть покупать если будет настоящей неделе посмотрим если то ей ну 60 километров посмотрим доедет ли ну такой смешной смеялся даже по русски чуть-чуть поговорил со мной не испугался по крайней мере моего русского акцента нормально посмотрим все сейчас и тогда повешу задние кофры попробую повесить потом мне придется опять съездить туда и потом опять сюда туда-сюда туда-сюда ну ладно поищу что делать продавать надо ну что чемодан повесил с такими упорами на все оригинашка оригинал вот сюда потом надо купить мягенькие мягкую спинку двух частей дается хотя еще один маша очень редко ездит все чемодан один шлем влезает о дядька звонит поехал я ну чё дорогие друзья хочет купить огромный афроамериканец мою крошку мою эстеху виталия в колодце живу дом колодец двор колодец хочет купить мой мотоцикл и раздербанить его один мотор останется просто очень хорошим состоянием у меня мотоцикл и он все продаст и он продаст все навесные детали короче он только выиграет дим за 4000 продаем мотоцикл с пробегом 39000 б бмв он все продаст он только одни колеса по 250 стоит модулятор тормозной стоит ты 1000 евро наверно в таком состоянии ему еще просто я вспомнил что ему нужно же это дроссер он знает что там стоит дроссер на 98 лошадей но это все как бы он сказал пофиг потом переделает если что ну вот пошел я дальше поехал вернее дальше фигачите ребята гуся понедельник приедет но они все обещают понедельник что посмотрим приедет не приедет искал только наличка 4000 труба ему не нужно может быть труб трубу кругу продадим подешевле посмотрим ну ладно все сейчас увидимся вы верите в то что он купит мотоцикл честно говоря я не верю таких людей знаешь поинтересоваться приехал посмотрю хорошую идея хотя он специально 60 километров в объезд ехал он правда час ехал может и копит посмотрим надо еще посмотреть как его снять с учета может его он горшему не нужно на учете может его сам сниму с учета быстренько да посмотрим а я короче прикручиваю ребята сейчас боковые штурцы или как сказать подножки не подножки держатели для саквояжей для моих для кофров что все помыл а как мне приятно увидеть его в чистом виде боже мой кто бы знал вы же видели в каком песке был чё нормально я прям доволен поплескивать даже еще где не высохла да не высохла ну да вот вот гусяра скорее бы крыло бы пришла представляю как это все засирается как вылетает грязюка на ноги и вообще на все следующие деньки когда я поеду уже на следующей неделе на работах они еще мокрые дождливые еще соль на дорогах может даже не буду ездить пару дней вот такой крепеж забубенил видите он вот эта часть вся часто покупают люди чемоданы а вешать их не на что еще и попадает плюс 100 евро еще вот этот крепеж ну там кто-то за 50 продает на в основном за 100 так же как и здесь под нужен должна быть еще подкладочка такая так сейчас не видно тоже сейчас повешу посмотрим ну так внешний хвощей почти почти ничего не появилось так есть такой корявый еще одна деталька смотрите какая-то сложная приблуда он вешается вот здесь один второй и вот это надо зажать причем когда и вот здесь закрывается открывается вот несколько защелок и чемодан открываешь когда вот его нужно потому что закрыть одновременно вроде как понимаю вот и прижимаешь здесь зелененький значит все в порядке вот теперь я повернул закрыл такая система так открыто так закрыть будем увешать так не захлопнуть уже как закрыты грубо говоря красная желтый могу тоже могу тоже не могу когда закрыть тогда чехол померил пришел амазона посмотрим налезет нет но здесь это уже тысячу раз видели он вот так вот открывается и становится больше шире щелк теперь уже сделаем да не зря не конечно столько денег стоит можно помять так с выхлопухой у нас все в порядке нормально нормально не прижимается лампочки даже все в порядке тип топ все оригинал нормально теперь еще один остался с другой стороны лактайте вешаю все равно то ну что друга наменяем ребя начинается вот штуцер сейчас обыкновенный штуцер стоит на у меня есть шланг с клапаном сейчас будем прокачивать три раз одной три раза сзади три раза сзади три раза впереди прокачал три раза сзади прокачал ну что дорогие ребята все я прокачал я уже не стал записывать как прокачивать тормоза это все вы знаете миллион блогов на эту тему все мокрое теперь осталось с помощью мотоскана порт и попробую профессионалы отсоединяем кто-то спрашивал какой оба д этот вот он какой-то оба дэлинг lx сейчас запущу покажу так включили зажигание линк нашелся r-серия k25 антиблокировочная система abs найден адаптер отлично так батарейка не садись но комбинация но я хочу ее проверить идентификация стерийского поток данных управления системными механизмами вот сервисные функции прокачка переднего тормоза abs вот нажимаем продолжить во время предыдущей активации насоса немедленно нажмите рычаг переднего тормоза три раза подряд в течение двух секунд а потом снова отпустите вот обратите внимание все сливные винты в объект трамок он должны быть закрыты три раза в течение двух секунд ничего не получается во время последующего а хорошо вот 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 надо ждать три раза он нажал все прокачка заднего тормоза продолжить должны быть закрыты все винты отпустите педаль заднего тормоза три раза подряд до упора Каждый раз В течение двух секунд каждый раз Три раза подряд до упора В течение двух секунд каждый раз Это приведет к вымыванию любого захваченного воздуха Так Как странно Так, выполнить Операцию Раз Два Три Все, готово Давайте посмотрим, что нам Теперь можно Передний, задний Отлично А, нет, извините Все, прокачал Как удобно на этом Так Считать коды ошибок Когда это было Мало Информации Мало Этих Мало электричества Ну понятно Считать, что давайте Сотрем их Давно стоит Мож мне подзаритить Даже надо Стереть Ну что, еще раз Вроде все Клея окей Считать кода ошибок Давайте посмотрим Все не обнаружено Поток Сервисное Управление Исполнительными Механизмами Нет, не надо Управление Менять Вот мне, что Интересует Меня Датчик давления Давай-ка Родной Найди Номер Все есть Идентифицирован Коды ошибок Есть? Нету Сервисные функции Вот Их теперь только Можно ввести Эти сенсоры Мне это нафиг не надо Комбинации Оп Ладно Управление Исполнительными Сервисными Функциями Дефект Читать Нет, ребят Давайте-ка Назад 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 Комбинация Приборов Ну вот Мне вот это Интересно Понимаете Нет Кодор Ошибок Нет Так Это все Понятно Сервисы Кодирования Я видел Здесь Включить Выключить Этот Ладно Включить Выключить Сенсор Давления Сейчас Опышу И найду Чтобы Зря Не писать Вам Пока Ищу Вот Блоки Управления Комбинация Приборов Конфигурация Что Приведено Что Не Приведено Смотрите Приведено Не Приведено Статус Сейчас Кройск Контроль Не Приведено Возди Нет Вот Давление В шинах РТС Райфен Друг Контроль По-немецки Вот Не Приведено В действие И я его Не могу Привести Блин А так Канал Есть Кодирование Что Тут Будет Сейчас Посмотрим Я не буду Конечно Нажимать А Температура Часы Километры Немецкие Давление В Барах Ну Вообще Все Тут Есть Радио Никакого Нету Понятно АБС Все Включено Непонятно О А Нет Это Это ДВА Это Чтобы не украли Как ее Сигнализация Вот Что Активировано Вот Здесь Надо Смотреть Вот Температура Активировать Надо Райфен Друг Контроль Так Там У меня Ничего Не изменилось Ничего Не изменилось Ну Все Активировано Посмотрим Что Будет Он Скаж Что У него Гонит Он Там Мигает Все Время Потому Что Давление Наверное У него Уже Так Значит Это Было В Кодировании Функции Кодирования Не управление Исполнителем А Кодирование Система Комбинация Приборов Еще раз Чтобы заполнить Кодирование Вот И там Я включил Датчик Давления Потому Что Мужик Его Выключил А Вот Он Все Равно Стоит Райфен Друг Датчик Deactivated Ну Как Активируйте Активируйте Произвести Кодирование А Вот Он Нажав Произвести Кодирование Я Его Должен Заактивировать Райфен Друг Контроля Вот Ну Все Наверное Я его Активировал Там Мне Пока Ничего Не Показывает И Теперь Он Мне Будет Подопреждать О Что Давление Наверное Не В Порядке Потому Что Я Подсоединил Там Датчик Сейчас Мы Посмотрим Кодирование Что У нас Он Покажет Вот Активировано Все Нормально Спроссервис Управление Исполнительным Механизмом Сейчас Мы Посмотрим Нет Это Не То Информация Про Индификация Поток Данных Управления Вот Мне Интересно Было Что Там Конфигурация Сейчас Мы Посмотрим Приведен Он Или Не Приведен Вообще Не Пишут Здесь Я Пропускаю Кройз Контроль Компьютер Отопление Кройз Контроль Вот Приведено В действие РДС Все Посмотрим Что он Будет Мне Показывать Наверное Будет Пищать И тогда Мне Придется Новые Датчики Давления Покупать Либо Эти Вскрывать Оставить Батарейки Но я Уже Бил Что Они стоят 25 Евро Куплю Куплю Новые Переучу И Туда Совершенно Спокойно Либо Выключу Чтобы Они Не Мозолили Глаза Ну Все Вот На этом Закончено Сегодняшняя Моя Эпопея С мотоциклом Выключать Даже Ни разу Не Завел Сегодня Все Помыл Собрал Вот Красавец Все Одел Прокачал Тормозуху В Переднем Заднем Контуре Все Сделал А Без Воздушивания Короче Воздух Выгнал Если Он Там Написано Что Можно Выгнать Все Вроде Готов Оставим Остался Большое Крыло И Больше Ничего Делать Не Воду Подшипник В заднем Колесе В редукторе Посмотрим Сейчас Чуть Чуть Поезжу На нем Посмотрю Что Здесь Сейчас Проверю Жир Это Тормозуха Или Или Уже Очистительная Жидкость Для Мотора Все На этом Завершаю Свой Рассказ Надеюсь Кому То Было Это Интересно Ничего Особенного Но Вот Таким Образом Вроде Мутацикл Готов У меня К весне Со следующей недели У нас уже тепло Снега не будет Все Всем пока Хороших Выходных Или Какой день Когда вы это смотрите До новых встреч Субтитры 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 Субтитры